26 сентября состоялся торжественный запуск в эксплуатацию водоочистных сооружений в поселке Аврово. Необходимость данного объекта существовала на протяжении многих лет. В 2020 году благодаря национальному проекту «Чистая вода» Леноблводоканал произвело установку и монтаж оборудования. Станция настраивается по показателям исходной воды, поступающей на очистку из реки Сязь. При необходимости ее работа оперативно корректируется. Все режимы работы станции автоматизированы. Теперь питьевая вода в поселке соответствует всем санитарным нормам. Работу Леноблводоканала в этом году в Молковском районе я оцениваю на отлично, потому что действительно все обещания, которые нам давали, эти обещания уже просто переросли в инвестиционную программу, которую мы совместно с Водоканалом прорабатываем и согласовываемся действием. На сегодняшний день все эти программы и все эти сроки выполняются. Мы буквально две недели назад здесь были, видели в каком состоянии находилось это место, этот участок, который был выбран специально под установку этой водоочистной станции. И сегодня мы пустили ее в пусконаладку. В течение месяца будут проводиться пусконаладочные работы, будут забираться анализы воды, какая она выходит. И после того, как протокол Роспотребнадзора будет положительным, мы получим абсолютное понимание, что качество воды соответствует всем нормам, которые сегодня установлены российским законодательством, эта вода будет поступать жителям в пользование. И такие станции в течение пяти лет будут устанавливаться по всей Ленинградской области и в том числе и в Волховском районе. Мы с вами все прекрасно знаем, неоднократно об этом говорю, что согласно рейтингу Роспотребнадзора у нас в районе самая плохая вода. С одной стороны это плохо, с другой стороны это нам дает повод и основания просить и наши просьбы слышат в том, чтобы именно в Волховском районе в первую очередь производились те работы по установке этих водочистных станций, а впоследствии и канализационных чистных станций. И в следующем году мы ожидаем также несколько таких агрегатов, которые начнут работать на территории Волховского района. Ну а по остальным вопросам, которые сегодня возникают к работе вообще жилищно-коммунальной сферы и в том числе и водоканала, мы можем говорить только об одном, что у нас есть четкое понимание, как мы двигаемся. Все проблемы сразу, конечно, мы решить не сможем, но постепенно, одна за одной, выводя их опять же в красную, желтую и зеленую зону, мы с вами решаем. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 8 сентября открывал станцию, которая в три или в четыре раза побольше, чем эта, но по количеству жителей идет и ресурс станции для очистки воды. И также познакомились мы с тем, как работают эти станции. В общем-то для нас, как и для всех жителей, это должно быть четкое понимание, что мы получаем на выходе. Это абсолютно открытая позиция. Пожалуйста, приходим, смотрим, нужны протоколы по анализу этой воды, значит, они будут предоставлены любому жителю по первому требованию. Такие станции в ближайшие годы будут устанавливаться по всей Ленинградской области, в том числе и в Оховском районе. Я согласен с Олегом Викторовичем. Во-первых, оценку надо было произвести, где они более необходимы, но то, что не менее трех-четырех станций водоочистки в следующем году будет установлена по Оховскому району, это одно значение на сегодняшний. И плюс ко всему, кроме станций водоочистки, будут еще ставиться станции по очистке стоков. Это та проблема, которая тоже есть в районе, и никуда от нее не деться. И тоже будет не менее трех станций в Оховском районе установлено еще по очистке источных водоочисток. Ну, две-три на сегодняшний день, давайте скажем так. Ну, а так, в общем-то, Сергей Сергеевич и на встрече с губернатором наш генеральный директор говорил о том, что будет как минимум установлена станция-усадище. Ну, а оставшиеся мы будем рассматривать по, ну, скажем так, критичности направления и по количеству. Владимир Ищенко прокомментировал ситуацию в городе с сестрой. В связи с жалобами граждан на грязную холодную воду, поступающую в квартиры многоквартирных домов, расположенных на территории города. Мы делаем отбор проб в самых различных, в принципе, местах сейчас. И по точкам разбора, и по входящих точках в домах, и в самих квартирах. Самое удивительное, что в некоторых домах, стоящих на одной сети, вода отличная, даже по анализам, по пробам. В соседнем доме, которая та же сеть, наша же сеть, вода, ну, чуть меньшего качества, ну, худшего качества. Хотя она не выходит там за пределы, наверное, да, но на сегодняшний день мы предпринимаем меры и по промывке сетей, плюс работаем с поставщиком воды, это комбинатом, потому что, ну, все-таки исходная вода оттуда. Поэтому, я думаю, в ближайшие дни эта проблема тоже решится. Возможно, связано с аварийностью сетей, возможно, с заменой каких-то труб на ЦБК. Ну, надо будет проверять, смотреть. Ну, я думаю, этот вопрос решится. За два года Леноблводоканал установит в Ленинградской области более ста аналогичных станций. Работы пройдут в том числе и в 2021 году, который в регионе станет годом чистой воды.